Слава Богу! Друзья, приветствую всех! Сегодня праздник! Братья и сёстры, бабушка, троица, писательница. Особенно обозначено помещение в Москве. Сегодня день служения троицы, исцеления. Воров, пастор. Здесь городе настоящее. Слава Богу! Аллилуйя! У нас праздник праздника! Аминь, 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 аминь! Повод радоваться! Аминь! Аминь! Господь, спасибо тебе! Аминь! Давайте начнём поклоняться. Давайте начнём. Открываем свои сердца. Господь, пред тобой они открыты. Но ты нам помоги ещё больше, ещё шире сделать наши сердца. Сделай наши сердца, чтобы они были готовы принимать, чтобы они были готовы слышать, слушать, говорить. Бог мой. Наполняй, Господь. Каждое сердце, Господь. Мы все нуждаемся в Твоей милости, в Твоей благодати. Бог мой. Ты всё это нам дал, и мы всё это принимаем, уже утверждаем это. Спасибо тебе за конец. Просто помоги нам сейчас соединиться. Соединиться в одном духе, в одном потоке. И пускай это просто река, река жизни, она просто несёт нас, и несёт туда, куда Ты, где Ты хочешь нас видеть, где Ты хочешь, чтобы мы были эффективны, где Ты хочешь, чтобы мы слушали Тебя, Бог мой, где Ты хочешь, чтобы мы поклонялись Тебе, драгоценные, потому что мы уже не свои, но мы Твои, Бог мой. И, Господь, мы соглашаемся. И это не просто согласие о чём-то просить, о чём-то говорить, но мы просто в этом согласии мы соединяемся, соединяемся в одном духе, соединяемся в духе истины, в духе поклонников, Господь, Твоих поклонников, потому что только Тебе мы поклоняемся, только Тебя мы превозносим, потому что нет подобного Тебе. Ты великий, Ты чудный, Ты славный, Ты единственный. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Просто сейчас соедини каждого нас всех одной нитью, просто через каждое сердце пройди, наполни. Бог, когда мы сейчас убираем всякую суету, всякую озабоченность, Господь, все это там оставляем, все за этой дверью, мы здесь сейчас, мы пришли, чтобы прославить Тебя еще больше, чтобы поклониться Тебе еще глубже, Господь, вся слава Тебе, вся слава Тебе, вся слава Тебе, Господь, наш Бог, на нас, да, вся слава Тебя, аллилуйя, аллилуйя, Господь, слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя, радуйтесь, всегда радуйтесь. Песня «Свобода» 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 Аллилуйя, Богу нашему хвала. Все народы племена славят Господа царя небеса и вся земля славят Господа царя. Все народы племена славят Господа царя небеса. Славят Господа царя небеса и вся земля славят Господа царя небеса. Валерия! Ты вечно находишься здесь! Даже во мне Дух Святой! Валерия! Спасибо, Господь, за Духа Святого! Мы хотим все больше, мы жаждем больше! Он во мне! И я действую, как Он хочет! Напои меня живой водой, Господь! Утоли жажду мою! Я жажду все больше и больше! Аллилуйя! Напои меня живой водой! Утоли жажду мою! Я хочу нырнуть головой! Хлубокие воды бай! Я хочу нырнуть головой! Хлубокие воды бай! Аллилуйя! 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 Я хочу пр sequенту Богу бай! Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу прессовť. Аллилуйя! Я хочу появиться с Богом, Васлоги воды бай! Утолижник превką! Я хочу прессoru про эту эту Yinку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только ты, Иисус Только ты, Иисус Еще раз Только ты, Иисус Только ты, Иисус Только ты, Иисус Только ты, Иисус Господь, Иисус Мой Бог Иисус Ты, Иисус Ты, Иисус Аллилуйя Аллилуйя Благословенный Господь Царь всей Вселенной Бог Богов Господь Господствующих Свято Имя Твое И благословено Царство Твое Отца Сына Святаго Духа Благодарю Тебя За это празднество Благодарю Тебя За это Собрание Душ Любящих Тебя Жаждущих Тебя Душ Познающих Тебя Ты говорил Где двое и трое Собранное во имя Твое Там и Ты посреди Аминь Господь спасибо Что Ты не только В нас Верующих Не только в наших Сердцах Но и Посреди нас Сейчас Незримо Присутствуешь Во всей Своей полноте Твое Царство Твое Царство Твое Царство Ныне здесь Твое Царство Это мы Твои подданные Твоего королевства Твои дети Сыновья И дочери Твои Благословен Ты Спаситель наш И ни в ком другом Нет спасения Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым надлежало бы нам Спастись Тобою спасены Тобою спасаемся Спасибо Господь За кровь Святую Завета Вечного За Твою любовь Которую ты доказал На Голгофском кресте Ради всех нас В крови Своей Святой Ты облёг Силою Свыше Царковь Свою И уже два тысячелетия Это чудо Царство Твоего Является На нашей земле Слава Тебе Благослови Благослови Сегодня нас Благословляющих Великое имя Твоё Благослови сегодня нас Господь Народ Свой Благослови Всех любящих Тебя И Тебя Боящихся Господь Верующих Разных Конфессий Динаминаций Разных Церквей Традиций Боже, и в этом городе, и по всей России, и по всему лицу земли, Боже всемогущий, обрати свое светлое лицо на нас сегодня и благослови во имя Иисуса. Иисус, 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 Дух святой, Дух святой, исцеляет нас Добрый Голос Твор, Дух святой, Дух святой, Утешает нас Добрый Голос Твор. Иисус, 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 Иисус Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Свободен я, в Иисусе навсегда. Скажи, свободен я, в свободен я, в Иисусе навсегда. Прихожу к тебе я, с хваброю. Чудеса, чудеса твои. Великий, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я, с хваброю. Чудеса твои. Великий, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен, ты велик. Ни другого нет, как ты. Скажи, нет другого, как ты, Иисус! Ни другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен, ты велик. Ни другого нет, как ты, Иисус! Ни другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен, ты велик. Ни другого нет, как ты, Иисус! Ни другого нет, как ты, Иисус! Ты велик, ты прекрасен, ты велик. Ни другого нет, как ты, Иисус! Ни другого нет, как ты, Иисус! Ни другого нет, как ты, Иисус! АПЛОДИСМЕНТЫ Дети! Выходите, дети! Дети вперед! Дети вперед! Дети, вперед! Дети, сказали! О-о-о! Дети! Да-да-да, давай, давай! На благосковение, давай! Дети! Дети! О-о-о! А-а-а! А-а-а! Мелдии! Мелдия! Мелдии! Аллилуйя! Баба, дьюкн меня! Землю из-за пирья, Там где волокой лёд, ты мой missed ветер Папа отoudил меня, тем architectsが Там где волокой лёд, ты мой missed ветер Папа отoudил меня, тем puppies of confiance Там где волокой лёд, ты мой missed ветер Попой, либо чуть не считай Ставаться свидания получила тебя Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 воскреснув вместе с тобой и посадив тебя одесную себя на небеса. И если ты еще не знаешь об этой супер радостной вести, она ведь радостная, она не гнусная, она не мучительная, как ее доносили, а у грешника проклятый, чтобы тебе не дали покрышки. Покажись, пока не поздно, иначе в ад пойдешь. Это все глупые заявления. Нигде так не написано в Писании. В Писании написано, уверуй, уверуй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Вот так просто. Итак, самое главное, что нужно тебе сделать. Если ты еще не родился свыше, не примирился с Богом, уверуй в Господа Иисуса Христа. Аминь. Все. Не бойся. Только веруй. Только об этом Иисус всем говорил. Не бойся. Только веруй. Доверься Иисусу Христу. Он все совершил за тебя на кресте. Войди в покой Божий. Это и есть покаяние. Войди в покой Божий. Ничего не бойся. Тебе единственное, чего надо бояться, как говорит еврея. Бог тебе, опасайся, опоздай, войти в покой Божий. Галаты, неужели вы такие тупые? Совсем с дуба рухнули? Это перевод Ивана Комарова. Ну, я вам скажу, есть переводы, которые сродни этому. Вы совсем с ума сошли? Как вы, начав духом, могли опять опуститься на плоть? Как неужели вы получили духа святого за свои дела, поступки, старания стать моральными, хорошими, добрыми? Сделать что-то доброе, перевезти бабушку через дорогу или денег кому-то насыпать? Нет же, вы же поверили, приняли. И сейчас вы хотите отречься от своей веры, но спастись можно только кровью Христа. Дела твои вообще ни при чем. Ты можешь хоть из кожи вылезти, быть идеальным, не совершить ни одного греха, слышишь? Ни одного греха. Если ты ни одного греха за жизнь не совершишь, ты пойдешь в ад. Только кровь Христа. Только кровь Христа дает тебе вход во святилище святое святых. И ничто больше вообще. И если мы его смертью спаслись, то как же он жизнью своей не дарует нам благодать для святой практической, благословенной жизни? Итак, благодать – это не халява. Это бесценный дар Божий. Ему цены просто нет. Это жизнь Иисуса Христа в тебе. Но это единственный способ для твоей настоящей, богоугодной, практической жизни, которую можно назвать человеческой. А все остальное – это свинская жизнь и подделка. Обман, суррогат, заблуждение, тюрьма религии. Отрекись, покайся в этом. Покайся в следовании закону. Вот чего требует послание к галатам. Покайся в следовании закону. Очень легко установить, я об этом буду проповедовать в какой-то из следующих разов. Критерии. Твое мышление законническое или твое мышление по благодати. Если ты все время смотришь на себя, какой ты хороший, очень, лучше других, или наоборот, какой ты грешный и мерзкий, и прочее, прочее, то все это мышление закона. Единственный способ, каким образом ты можешь угодить Богу, это отвернуть взгляд от себя и смотреть только на Него. На что ты смотришь, то ты преображаешься. Каковы мысли в душе человека такого? Если ты смотришь на Христа и все время прославляешь имя Христа за то, что Он сделал место тебя, за тебя, для тебя, ради тебя, на кресте, то ты преобразуешься в Христа. А если думаешь о себе любимую, ой, какой я грешный и недостойный, ой, какой я, мы проклятые грешники, и прочее, прочее, то так и будешь решить еще больше. Никогда не угодишь этим Богу, этим ты и оскорбляешь Духа Святого. А нам с вами, друзья, радоваться надо и наслаждаться, ликуйте ежечасно, он говорит, радуйтесь на всех условиях, радуйтесь, потому что в любых условиях, самое главное в твоей жизни уже решено, пятидесятица уже состоялась, она в тебе, ты уже на небесах, ты уже ликуешь, ты уже радуешься, ты уже знаешь, что никто не вправе тебя осуждать, и Бог никогда тебя не осудит. Аминь. Поэтому наш Папа ввел меня в землю изобилия. Сказка, как на небесах, с православными священниками, такие вот песни, мечта, Россия, спрянет это сна. Аминь. Дух Святой способен все сделать, я верю. Я вам скажу, кто-то говорит, а вот у вас там маленькая церковь, или у вас кто-то там убегает, а ничего не надо, все, вот я ж Гидеона, я вот только сейчас осознал до конца, да, про Гидеона много рассказывал, это именно об этом проповеди. Вчера мне переслал один брат проповедь Дениса Орловского. Я настоятельно рекомендую каждому из вас внимательно ее прослушать. Он путь нашей церкви там рассказывает, он просто не знает, не в курсе этого. Но это путь нашей церкви. Понимаете? И вот я не осознавал, я говорил об этом, но не осознавал до конца, что Бог вот таким вот образом очищает вот от плоти, от законничества нашу церковь, да. Было 32 тысячи, израильская церковь, да, Божий народ весь, против 125, столько врагов, казалось бы, 32 маловато. Он говорит, кто побаивается, кто колеблется, кто не доверяет правильности пути, пожалуйста, идите домой. Это от Бога. Не бойтесь, что вас кто-то назовет трусами. Это я, Бог, вам дал поручение. Идите домой. Идите. Вам в этой войне пока не надо участвовать. И осталось всего 10 тысяч. И так, на одного 13. Он говорит, нет, все еще много, много народу. Плоти, плоти много, все по плоти. 6 тысяч в церкви пришли за 25 лет, 170 осталось. Куда остальные делись? Зачем такое христианство? Кому оно нужно? Кому? Бог говорит, много вас, дайте мне мое Божье число, мое. 300, 300, 300 всего, 300. В 120 раз сократил церковь. Остальные все негодны. Вернее, они годны. Они верующие, они спасены, все хорошо. Но они еще не явленные сыны Божьи. Наша задача получить до конца откровение сынов Божьих. И через нас начнется пробуждение. Вот это доказывает Денис Орловский в своей проповеди. Что-то там Новый Шавот или как это называется. Он даже так спел песню. Новый Шавот и Господь грядет. Новый Шавот. Он говорит, остановитесь. Бог ему постоянно вас на свидетельстве. Перестаньте плотью делать церкви. Перестаньте быть закончен. Истребите религию в церквях. Не смотрите на количество в вашей церкви. Я буду ее очищать. Оставлять от 32 тысяч. Чтобы остались только те, кто познал благодать. Познал завершенную искупительную работу Христа на кресте. Я поздравляю вас вы на правильном пути. Будьте добрыны. Плава Богу! Знаменательный праздник, но он у нас постоянно. Потому что если мы без Духа Святого, если мы каждый день с Ним не общаемся, а это самое ценное в твоей жизни, то это не христианская жизнь. И супер то, что сегодня у нас служит архиепископ обновленческой православной церкви. Отец церкви! Аллилуйя! Слава Богу! А, нет, в руках. Спасибо. Новый шивот, да? И Господь грядет, и Господь грядет. А вот сюда, на камеру-то. Мы растели. Я все хотел одеть такой. Раз шивот, значит шивот. В принципе, бесятница это шивот. Да, это такой мессианский еврейский талит, молитвное покрывало, проще говоря. Очень люблю покрываться на молитве. Боже, надо сначала раз, а потом сделай так. И Лука 4, 18, я всегда лично. Слава Богу! Сходим на мне! Да, да, слава Богу! Приветствую всех братьев, сестер, всех святых, радоваться! Амель, слава Богу! Аллилуйя! И приветствую свою семью тоже. Я приехал один, но стулы огромные, горячие привет вам всем привез. Есть тульские пряники, да, а это тульский привет горячий. Да, слава Богу! Так что, ну даст Бог еще не последний раз. И очень хотелось бы с супругой приехать, но я чаще с детишками, со своими старшими приезжаю. Либо сюда, в Москву, либо в Петербург, в столице нашей. И знаете, да, действительно, время особенное, время благодати. Сегодня празднество Пятидесятницы, Троицы, но по совести говоря, вся наша жизнь это Пятидесятница. Вся наша жизнь это Троица, вся наша жизнь это, действительно, это Дух Святой. Если по совести так говорить, потому что если говорить о празднике как таковом, да, это древний праздник, да, это корнями очень глубоко уходящий вглубь тысячелетий праздник, потому что если что вот брать исторически, ну это было неделю назад празднество, ну если по библейскому календарю, в православной традиции, церковной традиции и Пасхи, и Песятница попозже, на недельку попозже празднуется, ну это в силу древние такой проблемы тоже, антисемитизм и прочих всяких проблем этих, но лучше поздно чем никогда. Вспоминается праздник Пятидесятницы, самый первый праздник Пятидесятницы мы помним, да, или напомнить вам, события, которые были ровно три тысячи триста тридцать один год тому назад. Да, это, как говорится, много воды утекло, да, три тысячи триста тридцать один год. Назад, во времена Моисея, был великий исход, великий выход из рабства, и сама вот эта Пасха, выход из рабства, потом прошло пятьдесят дней, и свершилось великое чудо. Там у горы, ну сорок дней шли мы к этой горе, да, потом были дни ожидания, десять дней ожидания вот этого празднества, как бы, да, удивительного события. И на пятидесятый день после вот той самой ночи, Пасхи, пасхальной ночи, свершилось чудо. Гора дрожала, громы, молнии, конечно, небесные шафары звучали, небесные трубы звучали, и на горе был Моисей. Народ испугался. Хотя людям было сказано, что во время протяжного трубного зова все могут зайти на гору. Все евреи, неевреи, все, кто вышел из рабства, все эти вчерашние рабы, они могли войти в присутствие Бога на гору. Но как раз получилось прямо противоположно тому, что предложил Бог. Во время протяжного трубного зова были прерывистые, но шафары все знаете, так звучат трубы эти, прерывистые звуки и протяжные звуки. В общем-то, очень довольно простая гармония. Но во время прерывистых звуков можно было только лишь Моисею. Все, никто не должен был прикасаться к горе, даже животному нельзя было прикасаться к горе. Но во время протяжных этих звуков все они могли взойти на гору и быть там в присутствии Бога. Но народ испугался, ну, шутка ли, знаете ли, гром и дымолнии. Я так полагаю, что не то, чтобы там, как говорят, кишка тонкая или что, но я скажу, что любой человек не смог бы выдержать наверное вот этого. Я много раз представлял себя на том месте, как бы я отреагировал и, знаете, я полагаю, что я тоже убежал бы, наверное, как человек я не смог бы, не дерзнул бы, наверное, подняться на гору. И вот весь народ стоял в стороне. Один Моисей был там на горе. Моисей много раз поднимался, он очень был интересный человек. В 80 лет он только лишь начал свое служение и оно продолжалось 40 лет это служение. 40 лет, которое спустя тысячелетия это служение оно волнует наши умы и сердца, знаете ли, это удивительное служение удивительного человека Божьего. И дамы и господа, братья и сестры, в день Пятидесятницы в такой же праздник Шавуот только уже 1989 лет тому назад, почти 2000 лет назад, слушайте, да, скоро будет 2000 лет уже как тому назад. Дух Господний, Дух Святой, Руах Адонай, Руах, Руах Кадош, Дух Святой, он сошел на Первую Церковь, он сошел на ту небольшую общину, та община была небольшая, это 120 человек, но с этого небольшого ручейка, как в той песне старой еврейской поется, помните, с небольшого ручейка начинается река, а дружба начинается с улыбки. Вот, и да, с той небольшой улыбки Бога, с того небольшого ручейка огромная, огромная река родилась, царство Божье, на этой земле, церкви Божьей, которые столб утверждения истины, вот, и два тысячелетия эта река проистекает по этой земле, конечно, были времена и засушливые, когда, казалось бы, вода уже и пересохла, речка, и были времена и полноводия, всякое было за два тысячелетия, много всего было, благодарю Бога всемогущего, что пять столетия назад засушливая вот такая эпоха закончилась, завершилась, завершилась эпоха пятьсот лет назад великой такой деформации, депрессии христианства, великой деградации мирового христианства, началась эра Великой Реформации, эпоха Великой Реформации, то есть обновления, и даже по пересохшему руслу, но вновь журчала вода, вновь текла живая вода и больше и больше и больше за эти столетия много что произошло интересного особенно в наш век Билли Грэм говорил на одном из последних русейдов в самом завершении двадцатого столетия получается он сказал так что за тридцать сорок лет последних двадцатого столетия обратилась к Богу приняла Иисуса Христа своим личным спасителем Господом приняла крещение в согласии со своей верою не по принуждению как прежде практиковалось в христианстве к сожалению а по доброй воле как обещание Бога доброй совести или спрашивание Бога доброй совести примерно столько же людей сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую девятнадцать с половиной столетий вместе взятых то есть тридцать сорок лет последних двадцатого века самые такие знаете ли в царстве божьем плодотворные удивительные но первых пятнадцать лет уже двадцать первого столетия по данным конгресса южных баптистов в Джорджии опубликованных ошеломляют данные по латинской Америке по Индокитаю по Африке они ошеломили даже видавших виды и выступающие спикеры заявили что этих пятнадцать лет первых пятнадцать лет двадцать первого столетия они перекрыли все два тысячелетия вообще фактически то есть и девятнадцать с половиной столетий предыдущих и тридцать сорок лет последних двадцатого столетия то есть мы живем в самое удивительное время конечно и количество населения выросло это тоже конечно